Продолжение следует... Можно делать на однофонтурной машине? Можно. Есть, конечно, некоторые ограничения, но в принципе можно. Вот смотрите, у меня сейчас отвязано, предположим, мы подошли к месту дна кармана и дальше я что там делала? Я разбила на участки некоторые само полотно и в разных режимах провязывала разные участки с помощью рычагов частичного вязания. Вот давайте я сейчас открою рычаги частичного вязания и вот до кармана, положительно до кармана, да, я буду вязать на плотности той, которая у меня идет основное полотно. В данном случае у меня плотность 8. Вот, я провязываю это место. Дальше оно у меня не вяжет. И провязанные петли я выдвигаю вперед. Поскольку у меня каретка стоит в режиме частичного вязания, я возвращаю каретку обратно, она ничего не делает. Так, теперь у меня есть следующий кусочек. Это кусочек дна кармана. И вот здесь, на вот этом кусочке, нам нужно с вами сформировать как бы две петли. Одна петля наружная, да, та, которая пойдет, полотно, которая пойдет полотно из, ну, по фронтальной части, передняя часть, лицевая. И нам нужно еще сформировать петли для того, чтобы вязать изнаночную часть кармана, то есть мешковину. Вот я вставляю в рабочее положение петли, которые мне нужны для кармана. Их можно, конечно, задвигать, но когда у вас что-то ответственное висит на игольнице, я вот вставляю их все-таки перед язычками, потому что там ну, надежнее, не слетит ничего. Так, ну, и вот эту вот часть надо бы провязать на более рыхлой плотности. Ну, у меня, например, сейчас можно поставить на десятку, на десятку с плюсом и провязать вот это вот место. Но дело в том, что у меня, например, сейчас восьмерка стоит, рабочая плотность, пряжь достаточно толстая, и если я провяжу на десятки, то мне, скорее всего, будет недостаточно вот этой вот длинной петли, чтобы из нее сформировать и переднюю стенку, и заднюю. Поэтому я предлагаю вынуть все-таки в таком случае, вот когда у вас перепада плотности не хватит для формирования длинной петли, их просто повязать вручную. Так что мы провяжем эти петли вручную, отводя до конца пятку иглы, до упора назад. Ну, это максимально, что мы можем сделать, чтобы вот петля была достаточно длинной. я даже ниточку не натягиваю, чтобы дать все-таки свободу этой нитке. Последнюю. Вот, мы провязали удлиненные петли, теперь мы это место, в этом месте выдвигаем петли в переднее нерабочее положение. Надо пальцем придерживать, потому что они соскакивают. Вот, мы сформировали петли, которые с которым будем делать и переднюю, и заднюю стенку. Если вам петли длинноватые, а на десятке коротковатые, а длинноватые, тогда подложите под пятки какую-нибудь полосочку, типа вот такой вот полосочки. Вот, это из пластиковой карты сделано, но поуже только. То есть, нужно на образцах попробовать, на какую длину вам вытянуть эти петли. У меня вот из карточки ригла, можете посмотреть. Очень удобный пластик, он хорошо режется, достаточно прочный, чтобы отодвигать. Так, ну и все. И третью часть мы задвигаем в рабочее положение иглы и провязываем на рабочей плотности. То есть, ну, в данном случае наш образец состоит из трех частей. если у вас там еще один карман с другой стороны, ну, значит, надо все это повторить просто с тем карманом. Значит, частей у вас будет несколько больше. Вот. И я провязываю третью часть. Все, провязала. У нас теперь петли вот эти вот длинные, мы их закроем. Они нам нужны для того, чтобы сформировать переднюю стенку кармана. Мы их сейчас провяжем рядок какой-нибудь контрастной ниткой. чтобы потом нам за нее было удобно потянуть и вытянуть эти петли. Ну, и чтобы они не убежали. открытые. Ну, чем они хороши? Тем, что они идут в том же направлении, то есть не будет сбоя рисунка по передней стенке кармана. Провязываем свои петельки и закроем. Сейчас у нас не было с ними никаких проблем. Можно повесить какой-нибудь грузик, чтобы они не цеплялись. закроем. Можно заколками закрыть. Заколками закроем. можно вообще их скинуть на ниточку. Хотите, возьмите, заправьте нитку в этот самый двуглазый декер и просто снимайте их на нитку набросываю или на кордный шнур. Тоже и так можно. Я уже начала закрывать. Чтобы вам было за что потянуть и их вытянуть обратно. Сейчас еще чуть-чуть и золотой ключик наш. закрыли. Так. И теперь мы сбрасываем петли передней стенки сбрасываем их сбрасываем сколков. петли взглянем, что у нас получилось в результате. Получился у нас с вами вот такой вот разреженный ряд с удлиненными петлями и нам вот петли передней стенки, они вот они, вот мы потом их будем навешивать, вот они у нас, да, их хорошо видно, нам нужно понять, где у нас задние стенки петли. Ну, это делается очень просто, то есть вы даже найти должны такую вот пяточку иглы, за которую вы если потянете, то петля начинает уменьшаться, вот она, вот они, вот они, вот они эти петли, да, то есть вот вы их и навешиваете, на игольницу, чтобы связать себе мешковину, вот она, то есть вы когда за нее тянете, у вас петля становится меньше, ну вот здесь мне уже очевидно, что я слишком длинные эти петли сделал, то есть надо все-таки на на образце потренироваться, чтобы эти петли не были слишком длинными, потому что когда вы делаете это на двухфантурном варианте, как я показывала в том ролике, то они получаются правильные длинные, а здесь нужно длину этих петель просто подобрать, вот они, я их все повесила, они сейчас немножко длинноваты, ну, они вообще будут длинные, это вот я неправильно подобрала, но тем не менее, они сначала все равно будут длинноваты, а потом, когда вы потянете за переднюю стенку, за петли передней стенки, то они укоротятся, потому что сейчас я как бы просто перетянула эту петлю на себя, вот они, эти петельки, вот так вот, вы их и повесите обратно, вот, для формирования мешковины, ну, вот, все, что я вам хотела рассказать, все остальное аналогично, как в том ролике, на который я дам ссылку, смотрите его и делайте, да, длинноватые петли я уже и так вижу, но тем не менее, вот это так и делается, вот, пользуйтесь, хотите тем способом, хотите этим, всего доброго вам!